Господин Усатый, вы говорили о том, будете ли кого-то поддерживать впредь на каких-либо выборах. Ну, вы знаете, я получил урок в 2016 году, причем урок за то, что помогал кому-то. В 2016 году вы поддержали Дадона? Дадона. Я получил урок, когда в 2020 году призвал голосовать против Дадона. Что все говорят, что вот Усатый виноват во всех бедах. То есть, 4 года меня пинали в соцсетях и на улице задавали вопросы. Кумай, Путоцы, Ботеску, Лёку, Сазюз, туда-сюда. Сейчас я послушаю за мной сам. Поэтому сегодня абсолютно ответственно вам могу сказать, что никогда в жизни, ни на каких выборах, если я по тем или иным причинам не окажусь, не буду участником гонки во втором туре, я никогда ни за кого не буду призывать и в жизни буду отвечать только за себя. Так, как это было. За, ни против кого-то. Нет, еще раз. Ни за кого, ни против кого-то и так далее. То есть, если избиратели не выбрали меня, пусть там дальше разбираться без меня. Ну и когда человек, в данном случае такой, как вы, занявший третье место в 20-м году, получивший 17% с хвостиком, правильно? Да. Это очень много. Да. И эти голоса определяющие. Это считается, что вот если человек скажет что-то, то склонит чашу весов по определенному. Вы знаете, не совсем так. На эту тему я тоже сделал очень много анализов. Вот смотрите, есть даже телезрители, которые сейчас сами себе ответят на вопрос, особенно те, которые говорят, что усатый 245 тысяч голосов отдал Майи Санду. Как будто это стадо овес. Сейчас огромное количество людей, которые голосовало за меня, когда я набрал 17%, значит, не вышло вообще на выборы. Одна часть, безусловно, голосовала за Майи Санду. Это видно по регионам. Другая за Додона, как это было в Бельцах и практически во всех северных районах Молдовы. Понимаете? То есть, да, Майя Санду набрала больше, чем набирали до нее правые партии, потому что она играла очень четко. И я считаю, что это было обманом людей. Когда она говорила, никто не будет страдать, я опять буду президентом всех, как это говорил, и Додон надо признать. И с русским языком будет все окей, то не будем трогать, и я никогда в жизни была не буду против 9 мая и так далее, и так далее. Сегодня некоторые выходки ее и лидеров партии ПАС говорят о том, что они... Миша Гимпу это был еще самый пророссийский политик по сравнению с ними. Он участвовал в саммитах СНГ, по крайней мере. Понимаете? Вот и все. Букет желтых хризантемп в ночь после выборов сыграл... Анатолий, это опять же раздули социалисты. Скажите, пожалуйста, а когда я пришел на мероприятие, которое организовала Ирина Влах, по случаю Дня Гагаузи, или это совпало, как раз она выиграла второй мандат, и я к ней тоже пришел с белыми тюльпанами. То есть каждый у нас интерпретирует то, как ему выгодно, понимаете? А то, что делали социалисты, как, например, расскажу вам одну историю, после первого тура, значит, один мой очень близкий друг, я не буду в целях безопасности назвать его фамилию, его знают очень хорошо, и у нас в стране, и за ее пределами. Значит, его пригласили после первого тура президентских выборов на одну встречу в Москве. Значит, у него там какие-то небольшие бизнесы. Ваш друг из партии социалистов? Нет, моего друга, которого я знаю с молодости, с которым мы очень много жизней прошли. Он в партии или нет? Антон, я не хочу никаких объяснить, вы сейчас поймете, почему. Его пригласили на встречу, это было 11 ночи, у него семья, дети, он вышел на улицу, там ждали ребята, отвели его визгушку. Я знаю эту историю. Вы знаете ее, да? И знаете, о ком идет речь, ни в коем случае нельзя назвать. И включили в видеокамеру, его били всю ночь, вот такую голову сделали, где просто говорили, скажи на камеру, что Усатый вчера тебе звонил и похвастался, что он взял деньги у Хогана и у американцев за то, чтобы продать самая санда. Понимаете? Вот что значит мерзость и вся эта мерзкая пропаганда, часть которой, к сожалению, живет и сегодня. Если они считают, что Усатый слабый, у Усатого нет команды людей, к чему вся эта бредятина в телеграм-канала круглосуточная? Один пишет там недоумок, который почему-то называл или называет себя журналистом. Усатый приехал по заданию румынских и американских спецслужб уничтожить Ивана Чабана, Додона и полковника Георгия Кавкалюка. Понимаете? Другие, этот список Рэше, послушайте, перестаньте меня с 2014 года постоянно кому-то приклеивать. У меня, в отличие и от ПАС, и от социалистов, и некоторых других партий, не было и нет кураторов, я в них не нуждаюсь. Это они, если куда-то завернут угол наклона, будет слишком сильный, то одни получат по попке, другие откажутся бесфинансировать. Я самодостаточный человек, и сегодня, Анатолий, я если хочу построить какой-то бизнес за рубежом, подчеркиваю, за рубежом, нельзя заниматься бизнесом и политикой в одной стране, потому что это все равно будут увязывать, и вместо того, чтобы заниматься страной, нужно будет каждый раз оправдываться, что ты не имеешь ничего с бюджетами и деньгами. Для чего я хочу заработать за рубежом? Для того, чтобы сохранить свою независимость. Это для меня очень важно, понимаете? То есть я не для покупки барахла или еще чего-то.